Как ваши дела на карантине? Мы уже со Златой снудились. Мы уже до такой степени снудились. Я-то, наверное, после этого карантина в двери не влезу. Я ничего не делаю, но только жру. И причем жрать хочу постоянно. Винегрет ем. И его тоже надо контролировать, не сожрать же целый баняк. Уже себе филейки наварилась. Будет у меня сегодня чисто филе и капуста молодая. Она, конечно, такая сейчас полезная, я к ней в тонной бачу, но лучше хоть что-то. Короче, я не знаю. Пошли сегодня с ней в лес. Там народа валом. Ну правильно, а что людям делать? Так хоть с детьми на свежем воздухе погулять. Уже в хате можно чокнуться. Мы, правда, на машине туда поехали. Потом я еще поехала на мойку, помыла со Златой машину. Как истинная мама, знаете, не знает, чем с ребенком заняться. Пришла такая классная бижутерия, пришла. Единственная еще моя отдушина, это что работают в интернет-магазине. Не все, конечно, но слава богу, хоть кто из работают. И хоть я еще хоть что-то заказываю, поднимаю себе настроение, что, типа, о, скоро все это пройдет. И можно будет опять пойти в какой-то ресторанчик, красиво накраситься, вырядиться. С утра себе даже брови подвожу, понимаете. Потому что нету чем заняться. Раньше всегда было как-то занято, а сейчас Злату нема с кем оставить. Я бы в лесу бы бегала, вот по чесноку. Нема с кем Злату оставить. Лех приехал с Европы и с нами не контактирует. Вот он на карантине. 14 дней он написал, типа, петицию, где он будет проживать. Тоже не с родителями. Короче, он у нас отдельно. Изолирован в карантине. Муж приехал, а обняться даже не можем, поцеловаться, понимаете. Муж приехал, а мы не можем соприкоснуться, назовем это так. В Фиану хожу в этой своей дубленке с Китаем. У меня, кстати, тоже бычка, у меня вещи постоянно висят на дверях. Вообще, я не убирать не хочу ничего делать. Вот сегодня пыль повытирала с хлоркой. Вообще, такие дела. Да, покажу вам сегодня бижутерию. Что себе малыша рассказать. Купила я еще белый костюм себе и кожаную рубашку. Сегодня тоже вам ее покажу. Ну, не знаю, или сейчас работает этот интернет-магазин, потому что я заказывала 5 позиций еще до карантина. То мне прислали только 2. Типа на пром.юаш я всегда заказываю. Они ездят на закупку на 7-й километр. Там покупают и уже отправляют. У них просто очень доступные цены. Ну, прям вот самые дешевые. Я пока их нашла, тут чуть глаза не повылазили. Все пром.ю.а перерыла. У них реально действительно самые дешевые цены. Но их минус, что они зажрались. Я уже столько видосов им сняла. Там одни видосы вообще по 70-80 тысяч просмотров, знаете. То, короче, у них уже так все поперло, что они даже не знают, как так получилось, почему они стали такие знаменитые. Это все благодаря мне, конечно. А благодаря кому? Я когда начинала у них заказывать полгода назад, то у них был один-единственный оператор. А сейчас они уже сделали свой сайт. На секундочку. И... Класс. Класс. Я по-другому разумею. Круто. Потом дальше девочкам покажу, какие ты собираешь эти коллекции сейчас. Хорошо? Ну, так ведь еще много лет уже. Ой, Боже, перегрела. Боже, кипяток сделала. Короче, у меня сегодня на планах сделать себе антицеллюлитный баночный массаж. Дарсон Вальту, наконец-то, достали. Я уже забыла за него. Чуть-чуть продрассорвали тебе кожу головы. Оживить импульсом свои волосяные фуликулы, которые находятся у нас на головушке. Да. Каждый день делаю себе массаж гуаша от мешков, потому что поправилась. Мешки пропали, бы морда круглая стала. Я не вожусь, боюсь. Не хочу себя расстраивать. А для меня это очень так, знаете, я вот словила себя на мысли. Я сважусь. И в том, что мы будем сердце волить. И скотина, только начинаю себе говорить, что не буду ничего жрать. Так хочу жрать, что на очи не бачу. Вот серьезно. Купила лук в таврии. Я чувствовала, что он такой мягковатый, но я что-то затупила, как всегда. Что вы думаете? Сижусь в машину, мы погуляли в лесу, а в машине так смердит. Я думаю, ёб твою мать, то что только помила машину, а то лук воняет, скотина. Купила, жена, лука додому. Я в два пакета замотаю и, наверное, выброшу его. Вон, так штыничу, просто капец. Ой, хорошо, пока отключусь, разложу продукты, что я там купила. Встречимся уже с покупочками. Ну, как я вам? Моя шляпка одела паричок. Классно мне, конечно, с таким цветом волос. Я такая прям стою. Богатая женщина такая, ну, короче, классная. Он именно очень вальяжно смотрится. Жаль, конечно, что, к сожалению, у меня такой цвет не получится. Итак, показываю вам свой образ. Новая рубашка. Это рубашка тоже сейчас промьюа. Эко-кожа. Можно поднимать выше рукава, можно ниже. Также регулируете себе застежки. Это моя новая цепочка. Шикарнейшие просто сережки. Я потом сниму их получше, потому что свет у меня здесь живает лучше. Сумка с нючик. Также я выбрала лодочки на низком устойчивом каблучке. Тоже из китайского магазина. У меня там где-то ролик есть. Сумка эта прозрачная, силиконовая. И эта шляпа под эту прическу вообще просто бомба. Такой образ. Напишите, жду комментарий, что волосики подзавернулись. В общем, рубашку я вам эту очень-очень советую. Если вы можете без пояса, можно широким поясом ее одевать. Но я, конечно, взяла все-таки этот. Тоже здесь типа карманы обманки. Она свободная. Я брала размер 44-42. И да, я ее действительно рекомендую. Приятная эко-кожа. Не знаю, насколько ее хватит, потому что вообще все изделия с эко-кожей они очень быстро протираются, если их не носить. Ну, короче, такое. Но вроде бы это такая неплохая подстилочка. Я себе сразу, когда в таком образе, то мне кажется, что я похожа на зиверт. А-а, моя кума сказала, что я вообще как круэлла. Так что, такую рубашечку очень рекомендую. Можно ее будет одевать под колготки. Если похудею, то одену под колготки, как платье. Но в целом, очень неплохо. Сейчас покажу вам спортивный костюм и бижутерию. Эти очки сюда, конечно, не суперуместны, но пусть будет. Так, знаете, для разнообразия. Белая шапка, спортивный костюм. Снимаю на разные зеркала. Для меня очень важно было, чтобы именно вот манжеты были ввязаны. Очень прикольно. Тоже пришили их нормально. Сам он полностью с вязки. Такие же манжеты у нас на штанинах. В этом костюме очень хорошие. Плотный, двойной капюшон. Здесь у нас надпись. Не прочитаю. Так, теперь мы поворачиваемся. Кофта асимметричная. Половина кофты, получается, идет с таким длиненым манжетом. Остальная часть как будто отрезанная. Штаны можете одевать, как вам удобно. Высокая посадка, низкая посадка. Я их опустила. Так же, как я говорила, манжеты у нас на штанинках. И одна штанинка у нас беленькая полосочка. Честно, очень классный, очень приятный. Недорогой, 360 гривен. Но мне кажется, что он меня очень сильно полнит. Я вот так присяду, так будет лучше. Мне прям кажется, что я в нем квадратный. Особенно жопа сзади выглядит. Прям, не знаю, мне так кажется. Может, я себе что-то выдумала. Но вообще белый цвет, он всегда опасный. Да, белый цвет у нас опасный. Но мне красиво в белом цвете. Он хорошо подчеркивает цвет моей кожи. Кажется, что я как будто загорела. Хотя я уже смылась абсолютно полностью. Он прикольно смотрится. Круто, знаете, вот этот манжет удлиненный. Такая необычная. Обязательно, что здесь есть вот эта вязка. Ткань как бы стандартная, недорогая, но приятная к телу. Хорошая. Поэтому вот такие у меня покупочки. А, еще же забыла показать вам бижутерию обалденную. Первое, что хочу вам показать, это вот это шикарное кольцо. Оно из трех отдельных, получается, ярусов. И они все держатся на булавочку. Все камушки инкрустированы, то есть они не приклеены, они запаяны. Это все идет ювелирная бижутерия. То есть она не стирается, епоаллергенная, очень долго носится. А главное, у нее очень-очень приятное тело давно. Оно такое прям как дизайнерское. Также я заказала себе три пары гвоздиков. Квадратненькие, недовольно объемные. То есть как раз мне подходит и самая красивая. Пирожер птицы. Вот эти сережки вообще нереальные. Они, получается, одеваются на вашу мочку ушка. Фиксируются дополнительным крючком ушка. В общем, очень шикарные сережки. Здесь тоже качественные кристаллы. Можете заметить, смотрите, как они хорошо все прицеплены. Боже, даже телефон не хочет фокусироваться от такой красоты. Все заказывала вот здесь, в интернет-магазине. Это в Инстаграме. Девочка только недавно начала этим заниматься. Поэтому цены очень-очень доступные. Всем рекомендую туда зайти. И меня очень порадовало, конечно же, что все украшения пришли в красивой коробочке. Красиво оформленные. Очень приятно. Также у нас здесь мне положили в подарочек мешочек. Короче, супер. Всем рекомендую зайти в интернет-магазин. Сейчас ничего купить нельзя. Маленькие такие магазинчики еще работают. Цена классная. Тем более можете себе на лето выбирать разные украшения. А, у меня еще есть вот такая. Кристалл на цепочке. Люблю сейчас носить маленькие украшения. Хотя никогда раньше не могла подумать, что сниму свою огромную золотую цепь. И буду носить что-то маленькое. Ну, как-то так. Начинаю переходить чуть-чуть к минимализму, если это можно так назвать. Была очень рада вас всех видеть. Надеюсь, покупки мои понравились. Надеюсь, что в скором будущем все начнет работать. Я закажу еще себе кучу вещей, потому что что-то я сносилась. И надо уже обновлять гардероб. Все вещи, которые я сегодня показала, все вам рекомендую. Реально хорошие. Будьте довольны. Ну, все. Я прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok